Военно-патриотический центр «Подвиг» вот уже почти 30 лет координирует деятельность большинства поисковых отрядов региона. За это время их силами было поднято более 55 тысяч останков бойцов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Также были восстановлены именно 5400 солдат. Приходится иногда и вскрывать медальоны, которые можно прочитать. По ним восстанавливаем уже самого солдата, ищем родственников. Иногда родственники забирают на перезахоронение к себе домой уже солдата. В этом году поисковые отряды центра «Подвиг» работали в Тверской и Новгородской областях, а также по приглашению ездили в Туапсе для поисков погибших во время операции «Дельвейс» в 1942 году. За год было поднято около 1000 останков. Более 100 имен было восстановлено по медальонам. Общее количество захороненных свыше 2000 было. Но это с учетом уже от поисковых отрядов, которые к нам приезжают работать из других регионов. Иногда на то, чтобы найти без вести пропавших солдат или упавший самолет, уходят годы, признается председатель военно-патриотического центра «Подвиг» Сергей Титков. Так, например, на поиске сейфа с ценными документами, принадлежащих 380-й стрелковой дивизии 22-й армии, ушло ни много ни мало 12 лет. Это практически пропавшая дивизия. Они выходили из окружения, практически погибли все. В живых осталось, не помню, кажется, 5 человек. И вот один из выживших 12 лет назад нам прислал письмо и примерно рукописную схему, где закапывались эти сейфы. Вот мы в течение 12 лет искали, и в прошлом году Зубцовскому отряду «Звезда» повезло. Один сейф они нашли. В найденном сейфе хранились списки безвозвратных потерь, военные билеты, солдатские книжки, приказы и документы, многие из которых под грифом «Секретно». В течение целого года члены поисковых отрядов буквально по фрагментам восстанавливали каждый листок. В итоге вышло около тысячи бумажных страниц. Если просчитать те приказы, которые были написаны от руки, это самые экстренные приказы, иначе говоря, которые не было возможности быстро написать на машинке, их писали от руки. Но они уже полностью истлевшие, их надо проводить экспертизу, по ним можно восстановить довольно хорошие данные. В следующем году после оцифровки «Подвиг» собирается передать эти документы Музею вооруженных сил для дальнейшего изучения. Там, возможно, выявим опять же какие-то имена. Интересные такие бумаги, которые могут еще пролить даже какой-то свет в наши белые пятна истории. Анастасия Зацепина, Михаил Волков, РЕН-ТВ Пилот.